ребята всем привет вы на канале копай железо и сегодня у нас речь пойдет о кухонных наборах то что я лично использовал ну погнали в основном осенью когда сложно так сказать зимой более менее там легко разжигать на общем когда мы копаем очень мало времени на то чтобы там сказать что-то развести костер там и вот по быстренькому хочет все сделать использую использовал следующие газовый баллон здесь он полный горелочку но я использовал горелку до этого вот такой вот китайские вот нормальные горелки вот это потяжелее чуть полегче вот но так как керамическая вот эта часть развалилась не вижу смысла больше брать вот эту тяжелую и сторону убираем чем я использовал тоже ставим на весы 388 грамм использовал титановую ложку такую которая раскладывается от сплава и использовал вот такая замечательная вещь с алиэкспрессом чапельник такой кто не знает в виде мы разогревали в основном на костре банки с какими то там нет не только тушняк но и вот банки вот таким образом ставим на костер снимали но кто смотрит таскать наши видосы не нужно это объяснять я снимаю про это иногда вот он достаточно он хоть и выполнен из а-ля алюминия не знаю уж китайцы что там делать но он достаточно тяжелый и этот весь набор весит 455 грамм но это потом это опять же как бы я первый раз это дело взвешиваю поэтому я пересмотрю сам же это видео и потом запишу и как-то может быть оптимизировать надо сказать то что к этому набору естественным образом шел термос на пол-литра с чаем потому что все таки хочется по-быстренькому попить чайка ну чайку таскать горяченького когда осенью либо зимой начало зимы таскать промозгла может быть таскать поздней весной все таки хочется попить горяченького чайку сразу и это обусловлено все таки вес приходится таскать второй вариант упаси бог конечно вот это я не таскаю с собой вот целиком офигенный набор называется татонка ну вот нижнюю часть я редко использую но для каких-то вот своих целей хотя мне очень нравится фон фактор там все остальная вещь вот я использовал нижнюю часть сейчас покажу объясню но вот эта сковорода как вы уже догадались в ней я разогревал тушняк все дело в том что у меня тушняк в алюминиевой упаковке и когда ставить ее на костер иногда там ну просто неудобно как-то снимать и в угоду веса я беру с собой вот такую замечательную вещь просто мне удобно и за это удобство естественно приходится расплачиваться лишним весом 99 грамм вот эта часть да и это все я разогревал на непосредственно на газу ну вот здесь вот почти полный баллон маленький также я хотел бы рассказать про ноутбр с овскую горелку вместе вот в чехле помещалась вот таким образом горелочка не самая маленькая зажигалка и ножик ножки я кстати нашел в лесу на металлоискатель вот здесь вот даже следы ржавчины ну такой присутствует я ее на какую вот самый маленький ножичек который вообще держал руках мне он полностью честно говоря устраивает классная вещь найденным но тут и таскать что-то можно открыть и так далее но в общем он прижился моем комплекте а самое главное что чудесным образом помещается вот в этот чехольчик от маленький чехольчик от brs конечно можно было облегчить не не брать чехол но все-таки я люблю порядок в своем рюкзаке и вот так это происходит так как это совсем маля пучка такая вот я беру еще ноут навязал какую штучку но это опять же так так же я для просто обработки рук салфетки там буквально 22 штук и это все облачено у меня вот так это красиво все лежит то все закрывается понятное дело что чехол я мог не брать собой но вот вот так вот так давайте еще раз включим так и взвесим 417 грамм ложка конечно же забыл ложку 440 грамм вроде бы казалось бы но в чем разница вот этот комплект который там обусловлен горелками там газом все-таки и этот комплект вроде ничего такого но в любой момент я могу подогреть здесь сполоснуть подогреть здесь воду скипятить там не знаю попить чайку там так далее там но если дополнительно что-то возьму какую-то емкость ну вот и все-таки к этому комплекту конечно я брал с собой термос также термос либо опять же бутылку с водой просто питьевой вода из дома это литр дополнительно но сами понимаете это все не 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 очень когда вы идете на длительное расстояние и сейчас я ну хотел бы с вами поделиться мыслями то что я буду брать с собой мой компаньон как бы должен быть в курсе что я буду брать с собой мало ли что то что то как-то сделают тоже какие-то выводы но перед этим я хотел бы рассказать самый элементарный походе что я брал с собой опять же сам это самая элементарная вот вот такая вот вещь наверное всем известная вот видел то что мне один друг подарил копаны ему и ну он выкопал котелок и покрасил сам опять же как бы это у меня там лежала да вот так вот я просто брал с собой этот котелок который весит сам по себе весит без крышки 263 грамма брал с собой копанную ложку вилку но вы выкопано если видно клейма не видно здесь вот там просто сороковой год и наименование таскать организации который выпустил немецкой оригинально да я чуть-чуть зубчики подправил не были немножко не алё вот есть покойный ел не самое легкое и вот такую вот кружечку почему такую кружечку они у меня раньше была такая титановая она просто сюда не входила я использую вот так вот вот так вот это все выглядело и это все я брал опять же как бы литр воды там тушенку и спокойненько но это опять же когда недалеко идти ну вот это как правило это шурф недалеко от дома что-то вот просто для души так сказать на костре подвесил за ручку и спокойно приготовил сейчас с вами хотел бы поделиться так сказать мыслями о том что вот как я буду в походе так сказать чем питаться в основном это будет какие-то сублимированные продукты это будет крупы то есть каши для этого нужно я так понимаю что готовить на газу и исходя из этого я выбрал вот такую систему то есть два котелка фирма сплав одну я уже использовал и всем видно что ну ведь эти масляные такие пятна это ну скажем так это нормально для титана такой перегрев я просто один раз был неаккуратен и горелку поставил начал топить снег и вот так получилось но ничего страшного она не теряет плотности и так далее итак этот котелок на 600 и вы должны понимать что сюда ну вот чем отличается так сказать посуда туристическая от бытовой вот сюда входит чуть больше чем 0 5 пива сами понимаете то есть это большой достаточно объем хотя выглядит он ну скажем очень по другому по другому но действительно здесь 600 миллилитров можете мне поверить второе это котелок поменьше то есть в основном здесь здесь я буду готовить там наливать воду и готовить сублимированные какие-то продукты может быть здесь просто буду разогребать но кипятить воду и заливать и там сублимата какие-то гала-гала или прочее вот либо делать какие-то крупы там что потом с тушенкой поесть но вот это на 350 и причем не эта кружка очень импонирует эта кружка миллилитраж соответствует тому сколько я пью чая то есть вот 600 миллилитров я не выпью чая и у меня нет такой потребности в походе вот вот такая кружечка будет самый раз вот причем если говорить о ну и размышлять давайте взвесим я думаю что разница не очень большая будет а может быть вот эта кружка легче из стали ну такая я думаю что это не нержавейка какая-то ну саль другая мне просто понравилась эта кружка тем что она очень легкая тогда я взвешиваю она по идее легче чем вот этот котелочек из титана почему так ну я прелюдию расскажу я купил в таиланде проезжал и искать где барахолки какие-то были были кружки надо было купить несколько кружек таких ну вот они реально очень легкий очень тонкий то сказать металл и сейчас сейчас вы сами убедитесь то есть это я вот только что вот здесь вот вода да я переливал отсюда сюда и в общем ну буквально ну на чуть-чуть нас на совсем чуть-чуть отличается вот так вот нам не видно то есть это чуть-чуть побольше слов дело это весит 42 грамма это весит 55 в чем преимущество вот этом вы почему я именно эту кружку возьму ну во первых кружки складываются но это не самое главное хотя и это тоже кайфово все дело в том что если ручки ставится и ставится на горелку то они не нагреваются в отличие от этих но для этого приходится придумывать какие-то какую-то термо какую-то стойку таскать изоленту или еще что-то мудрить но в общем это тоже вес добавляет да и вообще по большому счету это все форм-факторе помещается естественным образом в 600 миллилитров да я хотел кружку на 450 но к сожалению я так думаю что уже не куплю потому что сплаве нет их так следующим образом идет у нас ложка титановая ложка это титановая ложка она вот так разбирается и вот так можно поставить чтобы это все не болталась но опять же кому-то понравится идея кладем туда титановую ложку обязательно как мы уже выяснили набор из ну опять же я куплю маленькую зажигалку половину брс горелка которая весит всего лишь всего лишь навсего 28 грамм почему я ну так подробно объясняю потому что будут вопросы комментарии какие-то ну вот брс китайская горелка на алиэкспрессе 28 грамм вот эта малюська весит кладем и обратно вот помещается вот так вот руке очень легко так так и это все кладем конечно же это будет с этим до естественным образом естественным образом конечно беру возьму крышку зачем я беру дело все в том что быстрее закипает можно быть можно конечно сэкономить на каких-то там 10 грамм но я этого делать не буду газовый баллон опять же ну вот этот газовый баллон полупустой но для частоты эксперимента возьмем полный газовый баллон 381 грамм 381 грамм при этом мы получаем полноценную систему для приготовления крышку от 2 я даже не знаю куда применить но даже если мы возьмем но это будет ну хорошо даже 400 грамм хотя я не вижу смысла потому что одновременно на одной и той же горелки я не буду готовить но хорошо можно еще добавить салфетки какие-нибудь ну ну в районе 400 но 300 95 400 грамм до что мне это даст все дело в том что когда мы пойдем поход выходного дня то есть мы до этого немного другие системы используем но тем не менее эта система не комфортно даст полноценно питаться и пить чай не брать с собой да это все вся система как бы рассчитана на то что набирать рядом с ручьем будем находиться набирать воду кипятить ее и и таскать наслаждаться наслаждаться жизнью да можно дополнительно опять же я планирую взять с собой конечно вот такую папу русскую чистилку для воды вот потом как-нибудь попробую естественно как она в деле вот ну дополнительно какой-то вес будет но все таки это гораздо выгоднее чем нежели нести с собой литр или полтора или сколько там воды на 2 дня то есть я не вижу в этом смысла вот такая вот у меня такой скромный кухонный набор которая буду брать с собой а самое главное упаковочный размер вот это все очень маленький то есть эта система позволяет сейчас я не скажу еще пару слов напоследок я хочу уместиться в рюкзак 25 литров то есть это вот моя цель очень хочу поместиться в 25 литров мой любимый рюкзак вот немецкой компании кому компания идет дойтер вот очень хочу поместиться в нем поэтому подбираю по объему минимально до туда можно конечно поместить и баллон но баллон будет вот ну отдельно то есть все это конечно вот эта система на которой я так думаю что ну нельзя экономить плюс к тому что почему не костер но сразу хочу сказать потому что утром когда вы просыпаетесь вам иногда то есть мы весной пойдем вам иногда не хочется вылезать из палатки холодно вот вам хочется сначала кофейку выпить в палатке так сказать костер не рекомендовано как бы зажигать горелочка даст вам возможность быстренько приготовить себе скипятить горяченького чайку вот кофе я не люблю в походе использовать потому что нес кафе и прочее но как-то не то люблю заварной кофе а заваривать это ну скажем так лишний хлопота вот наверное на этом все если у вас есть какие-то соображения по поводу оптимизации по поводу каких-то других вот вещей может быть что вы используете в походах ну на два на три дня подсказывайте оставляйте комментарии кому понравилось и было полезно ставьте лайки ну кто не подписался интересно такие видео подписывайтесь на канал всем пока ребят и до новых встреч